здравствуйте сегодня поговорим о заболеваниях которым подвержена малина вообще малина сильно подвержена различным заболеваниям и заболеваний это могут проявляться ранней весны до поздней осени заболеваний разные самые распространенные и довольно таки вредоносные заболеваний это антракноз вообще все заболевания малины проявляются тем что на листьях появляются различные пятна листья буреют листья сереют засыхают и растение погибает вот антракноз как раз одно из таких заболеваний которые сначала мелкие пятна появляются на листьях потом они развиваются антракноз лечится бордосской смесью антракноз лечится медсодержащими препаратами такими как хом купролюкс и медный купорос делается однопроцентный раствор бордосской смеси или медного купороса и опрыскивается растение но в период когда растение начинает свести до окончания плодоношения вот это опрыскивание делать нельзя потому что собрать урожай с таких обработанных кустов уже не представится возможным еще одна из заболеваний это белая пятнистость листьев также листья покрываются пятнами листья покрываются язвами образуются трещины кора побегов шелушится также грибковые заболевания вот чтобы не допустить вот этих самых двух вредоносных заболеваний нужно во первых сажать на участке сорта которые устойчивы к данным заболеваниям не допускать загущенности посадок потому что когда внутри посадок проветриваемость плохая вот как раз это и благоприятные условия для развития различных заболеваний и лечатся эти заболевания еще раз повторюсь медным купоросом бордовской смесью и хома еще довольно таки распространенное заболевание у малины это ржавчина на листьях появляются сначала небольшие язвочки а потом лист поражается вот такими жалыми пятнами это грибковое заболевание чем она необычно возбудитель ржавчины живет на хвойных растениях и если у вас есть хвойники то лечить ржавчину надо и лечением малины и лечением хвойного растения даже если вы видите что ваш хвойник не очень сильно поражен особенно это касается можжевельников внешне он может быть и совсем совсем выглядит не больным но знаете что возбудитель ржавчины живет на можжевельниках и обязательно нужно лечить параллельно и заболевшие растения и хвойные хвойники лечится это заболевание таким препаратом как прогноз еще есть довольно таки распространенные заболевания как хлороз листья становятся бледными видны прожилки а сам лист бледно-бледно зеленый следствие этого заболевания растение перестает получать достаточном количестве железа поэтому чтобы не было такого заболевания обязательно опрыскивать фитоловином вообще вот препарат фитоловин один из немногих препаратов это на биологический препарат который лечит многие заболевания такие специфические как гниль корневой шейки такой как различные виды гнили бактериальные заболевания вот вот этот препаратом можно опрыскивать малину и обязательно подкормите растение полным минеральным удобрением с микроэлементами в котором содержится железный железо даже можно купить отдельный комплекс микроэлементов и подкормить им и тогда вы увидите что ваше растение почувствует себя за более здорово кстати микроэлементный подкормку лучше делать не в виде полива а в виде вне корневого опрыскивания тогда растение получит быстрее питание и в большем объеме вот такие основные заболевания малины бывают на наших грядках конечно малина болеет и еще другими заболеваниями но они более редкие и вспышки их бывают только в определенные периоды надеюсь наши советы помогут вам избежать заболевания малины и получить хороший урожай полезных ягод без особого труда а